Жил твич или нет? Подожду чуть-чуть. Вроде в игре сейчас такого ничего не должно происходить. Заработало, да? Всё-таки стоп-старт помог. Лин, обычно сам берёт, поднимается и всё. Играем дальше, а тут что-то. Мне очень-то не нравится такая нестабильная работа. Мне, скорее всего, придётся звонить всё-таки провайдеру. Я ненавижу это делать, звонить куда-то и общаться с незнакомыми людьми. Правда, я очень люблю, типа, когда нужно подтвердить заказ какой-то, куда-то позвонить в магазин или вот позвонить провайдеру, разбираться в каких-то проблемах. Очень люблю. Я тот самый покупатель, который ставит галочку, не перезванивайте мне. Если оставляет заказ, если где-то есть такая галочка. Так, там следующая будка, и даже не одна. Нам, скорее всего, к ней. Вообще, не знаю, надо ли мне ещё раз бросать в них. Ну, вот они сейчас пойдут за мной и их расстреляют. Мне жалко. Тут нет какой-то кнопки оставить их... Ну, просто подождать тут, типа, я пойду разберусь, а потом они уже пойдут мне помогать. Ваши разговоры с оператором записываются? Да. Ещё лучше. Нечего записывать мой разговор. Об этом должны были, мне кажется, предупредить. Если записывают разговоры, об этом должны как-то сказать. Изначально, наверное, должно быть какое-то уведомление. А тут нет слепой зоны, потому что они друг напротив друга. Подстава какая-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы там живёте или нет? Встал? О, хорошо. Погнали тогда. Я очень надеюсь, что он будет себя хорошо вести на этот раз. Блин, а тут, оказывается, есть проход, который я не заметила в прошлый раз. Откуда стреляются? Ясненько. Где мои тараканы вообще? Они там чё себе думают? У нас тут война, они где-то ходят. Как же я люблю шутеры. У меня фонарик похож, селк. Большая охота, 20-50. Мне какую-то ачивку дали, они знают, что... Блин, я не попала по тараканам своим сейчас? У меня такое чувство, что-то я их убила. Тревога, нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно, появление нарушителя номер один. Нарушитель номер один, это я. Это я. Я нарушитель номер один. Ну, а стрелять не в кого. И вот у меня она так вот вниз не делается, как у них. Они меня обстреливали, и я стояла прям вообще под стеной. Блин. Как будто в тараканчиков не попасть. Блин, по коленочкам стрелять. А у них эта пушка, она ну прям во все стороны поворачивалась. Так, погнали. Профессионалы. А я, значит, не... Я, между прочим, нарушитель номер один, самый главный тут. И все Фримана уважают и боятся. Вон, бегут, бегут, бегут. И там еще одна будка. Ну, я поняла, что главное, как можно быстрее обезвредить чуваков в будке. Дальше все просто. Тут еще никого нет? О, паньки. Кто бросил пушку без присмотра? Я тебя не могу туда развернуться. Вильхельм, спасибо. Спасибо. Это 14-й месяц. Добро пожаловать с возвращением в наш улей. Тараканы за что? Ну я случайно, ребят. Они подбегают прямо на линию огня. Просто ваншот. Да ну. Я случайно. Тараканы дрессированы? Можешь ими как-то управлять? Да. Могу их отправить куда-то. Атаковать. Могу их подождить. А где они? Чего они за мной не идут больше? Я одного убила, и... И они больше за мной не ходят. Все, что ли? Ну, ну пожалуйста. Дружбок, мне жаль. Битчевые жуки, не говори. Так хорошо, нормально с ними справлялись тут. Жалко. Я думала, они подольше будут меня сопровождать. Было прикольно. Классная миссия. Песочек закончился. То есть они из этого не могут дальше выкапываться за мной? Ну может. Ну я подходила сейчас туда, где они должны были вылезти, а они больше не хотят. Обидно. Будут еще? О, спасибо. Не зря у меня с собой эта штука, реально? Тут сейчас бы они пригодились, да? Этот откуда взялся? Он там был, и я его не заметила. Ой, хьюшики. На меня чуть не упала эта штука. Но мне, возможно, как раз наверх там проход, поэтому давайте мы ее уберем. Все ломаешь? Да. И очень этому рада. Нифернышка, привет! Большое тебе спасибо. Привет, ребятки. Всем привет. Мы дальше ломаем халфу понемножечку. Вот. И офигенная сейчас миссия с тараканчиками, которые со мной бегают. Ё-моё, которые погибают за меня, пока я тут соображаю, что это не требуется. Ну, как бы, все. Да? Отлично. Там наверху еще кто-то стреляет? Вон там тут отверстие прям... Ооо, гранатки-то закончились. Ладно, побежали. Они не шлопнутся. Так, веревочка. Привет. Ой, подожди, чувак, это не то. Патроны закончились в самый неподходящий момент. Ладно, все же. Спасибо, что восполнил, так сказать. Блин, тут полегли наши. Да, я знаю, это случайно. Внимание, застояние критическое. Да я знаю. У меня все-таки наверх. А есть еще какой-нибудь проход тут? Видимо, я что-то пропал. Вот сюда. Вот и полечились. Отлично. Не, ну зачем мне дробовик с собой? Автомат надо. Только у меня патронов не осталось, да? Чуть-чуть есть. Да, я стрим 24 на 7 с формикарием. А кому будет интересно смотреть на моих муравьев? Да, вы заскучаете очень быстро. За ним прикольно так понаблюдать. И очень неприхотливые в содержании, миленькие такие там. У них ползает большая такая матка. Ну, сказать, что-то прям увлекательно, что можно смотреть постоянно. Но нет. О-о-о! Нет, вот с такого не выживают. А я давно сохранялась? Надо было спиной прыгать. Тут вроде был какой-то автосейв. Я знаю, на ютубе долгое время шел стрим постоянно на каком-то канале. Не знаю, как, может, до сих пор еще идет. С маленькими фаски. С щеночками. И вот это, да, вот это я понимаю, это интересно смотреть. Они очень прикольные. За ними наблюдать одно удовольствие. Да ну, ёпсель, мопсель, как же тут? Ракетницы у меня нет, туда запульнуть. Он победил. Тараканчик-то мой, а? Победил. Не используй шифт, когда нужна точность. О, кстати, эту трубу я раньше даже не видела. Пролетала мимо. Еее. А еще были рыси. Ну, да, вы понимаете, то есть вот такие вот постоянные стримы зверюшек, они интересны, когда там зверюшки какие-то подвижные, смешные, что-то такое интересное делают. А муравьи, они, ну, прикольно перетаскивают семечки там из одного отделения своего формикария в другое, вот. Самое интересное, что у них происходит. Или они там берут и замуровывают вход иногда. Закладывают его тоже семечками. Так, а тут можно на ту сторону, а можно и нырнуть, по идее. А, нет, тут не глубоко, тут нельзя нырнуть, тут только походить. Ладно, они за мной больше не идут, что ли? Стримпериума и зверемами. А вот совушку, наверное, было бы поинтереснее смотреть, но она тоже такая не очень интерактивная. То есть этому существу нравится сидеть и смотреть. Вот, изучать. Видела видео в инсте, как-то разрушить жизнь муравья с помощью сахара? Нет, не видела. Ммм, вот вы где. И на той башне, скорее всего, тоже. Ладно. Да как они так моментально понимают, откуда я вылезла? Тут даже свет не горит. Нет, так с монтировкой иду драться. А вход? Не поняла. А как они туда залезли? У них, типа, винтовая лестница какая-то, типа, внутри, из-под земли, что ли? Или лифт какой-то, который туда доставляет наверх? Просто я входа не вижу. Ну, скорее всего, подземный какой-то вход. Я просто лицом стою, ловлю пули. Это вообще, конечно. Не метод. Хотела ящик разбить. Пусть и тараканы убивают. Только они не хотят, почему-то не идут убивать. Может, не могут туда пройти? Волонжер, привет. Ну, далековато, ладно. Не попадаем. Китайся в них штукой, которую тебе дали. Их так легко расстреливают. Типа, это такое-то зверство их тут отправлять. Мне кажется, тут я должна затанчить. Сама сделает все. Но меня тоже легко расстреливают так туда. Мне еще и по двум сторонам. Вообще, я не понимаю, как эта штука устроена. Я надеюсь, тут хилочки какие-то найти. Нет, не плавает ничего. Они, получается, из-под земли как-то туда выехали. О, все, меня похоронили. Там, конечно, кинь шарик. Ну, у меня других вариантов, похоже, не остается. Слишком далеко, чтобы я сама расстреливала. Подойти ближе у меня не выходит. Меня обстреливают тогда из башни напротив. Хотя к одной из них у меня получалось пройти, на самом деле, вот отсюда. И я там в прошлый раз, по-моему, почти всех расстреляла. Во, тут даже какое-то подобие укрытия присутствует. Ну, как слабое подобие. Вот, теперь они побежали вперед. То есть они как бы автоматически атакуют моих врагов. Даже не надо направлять. Скорее всего, мне нужно находиться ближе к области действия их. Ну. Ничего не улутается с ним. Турканчики-то закончились. По-моему, все. Ой, ой, по пяточкам. Вообще не туда стреляет. Он вообще не понял, кто и откуда снял его друзей. А что там с арбалетом? Арбалет. Когда у меня закончатся все другие патроны? Придет его время. Так. Ладно, погнали, погнали. Вообще, надо было сохраниться, конечно, я лошарик. У меня половина хп, а я не сохранила. Сейчас придется заново повторять вот это все. Ну, если я не попала по нему, да не может такого быть. Типа, я когда точно по нему стреляю, я не попадаю. А когда чуть сбоку, кто попадает. Вот, еще один. Он с таким... Прости, чувак! Я не хотела. Я не хотела по тебе попасть. Хорюш, ты там как? Арбалет после концов патронов в мунтировке. Да. Да мы вроде подружились с арбалетом в прошлый раз. Так, чуть-чуть. Ну, кто-то ачивку дали. 30 из 50. Типа 30 из 50 врагов я победила. А ракеты-то у меня закончились. Значит, где-то должен быть ящик с ракетами. По-любому с бесконечными. Давайте его искать. Если тут летает эта штука, значит... Должны... Нет, я не вижу этот ящик. Вот этот открываешь, типа, и восполняешь постоянно. Так, ребятушки, прячьтесь. Я просто пока так насобираю добра всякого. Так. Где там он улетает? Интересно, они могут запрыгнуть на меня? Да, я же не хочу смотреть, что они там происходят. Я не смотрю. Если я не вижу это, значит, этого нет. Оно рассесется само, все. Ой, ооо, я очень непоследовательно бегу. Меня окружили. Ни одной безопасной точки нет вообще. Понятно. Нужно все-таки зачищать постепенно, а не ломиться вперед. А дверь можно? Ооо, хорош. Нет, я ошибусь. Я думала, это безопасное место. Но у меня, кстати, есть несколько теперь гранат. Сейчас зарядим костюмчик. Держитесь! Держитесь там. Я сейчас. Мне только накрасится. Так. Блин. Их всех расстреляли, что ли? Тут песка нет, чтобы новые. Понял теперь. Так, у меня опять закончились гранаты. Можно еще чуть-чуть подзарядить. Нет, это все. Больше нельзя. О, у меня еще один таракан зашел. Чего же ко мне не заходят? Тут безопасно. Блин. Как их завести внутрь, чтобы они не погибали зазря? Нам нужно придумать план сначала. Посовещаться. Чего они там стоят и умирают? Откуда стреляют? Не, ну без гранат я, скорее всего, никак не собью эту треннику. Их много! Это не одна их. Их тут несколько. Ну, по-любому тогда должен быть где-то ящик. Я его просто не вижу. Прячемся, прячемся. Думала похилиться, но заходи, заходи, заходи быстрее. Ты не влазишь. Жалко. Ну, давай, высунься в окно. О, блин, это так жестко. Их расстреливают прямо у меня перед носом. Здесь внутренние зайти не могут. Вот чувак, который меня расстреливает из окна, он мне очень сильно мешает. Не только он, конечно, но... О, укрытие, укрытие, чуваки. Бежим, укрытие. Их там три, что ли, или две летают? Привет. Ракеты у меня нету. Ну, из автомата, я так понимаю, нет смысла. Вы можете знать, о чем мне сказать? Есть ли смысл обстреливать из автомата? Махи найти или нет? Я очень удивлена, что не видно ящика с гранатами. Просто, ну, игра меня бы уже приучила, что если летают эти хрени, ну, большие, то должен быть и ящик. Где-то. Ой, как мне тут удобно расстреливать, да? Очень удобно. Просто в лицо получаю. Какой же Хримун живучий. Не знаю, куда я зашла, но тут относительно безопасно. Ящичек мой. Ну, все. Так. Изи! Два выстрела! Один труп. Ну, два попадания, в смысле. Где там второй? Не, его не видно за крышей. Только, ой, я направила к себе. Сейчас, сейчас, сейчас. Прячемся. Он упал, да? Нет? Окей. Чё ты не подашь? Я ж попала. Нет, что ли? Нет, что ли? Ну, как-то покрепче, чуть-чуть. Ну, теперь точно попала. Да точно, да точно, да, да. Да, попала. Изи два выстрела из меня, это один труп. Так, ну, все. Фууууу, залазим в темный угол, сохраняемся. Спасибо, Алекс Маус. Если ничего не закончится такими темпами. Ладно, подвините. Почему я иногда вслух произношу просто всё, что вижу, всё, что читаю в чате? Погнали. Погнали. Дальше. Брагов почти не осталось, я думаю, если тут кто-то и остался, его должны были закусать. Нет, не закусали. Всё, пришла я и просто затанчивала. Просто вот всё. Вот так ящик не ломается, кстати. О, как тихо стало. Блин, это так приятно. Я говорила, что да, я сделаю громче игру и будет лучше слышно диалоги, но будет тяжко из-за выстрелов. И да. Мне очень приятно, что так громко. Ну хорошо, осталось решить, куда теперь идти. Спокойненько можно наконец-то осмотреться и подумать. Я тут в такой спешке пробегала, что я не учила даже какие-то проходы, которые тут есть. Опа, Ники, смотри, что-то интересное. Особая тревога. Вторжение в ново-просты. Стрядом связи с периметром. Отрядом охраны применить стерилизаторы блогов с подозрением на заражение. Куда я залезла? Мне туда, короче, я понимаю, только это можно как-то отключить? Отлично. Я уже думала пробовать просто перепрыгнуть туда, пробовать и сгорело бы. Они больше за мной не идут, мои таракашки. К сожалению. Это ещё что? Они специально, да, меня решили завалить? Только цикады стрекочут. Кстати, у меня так давно сверчков не было слышно во дворе. Помните, когда-то, я не помню точно в какое лето, но у меня на стримах прям постоянно было слышно сверчков. Но не сейчас, конечно, это летом было. И после этого, наверное, да не было ни одного такого лета, то есть уже сколько, 4 года, наверное. Так зима, так сейчас я знаю, что зима. Лето прошлое и позапрошлое, и позапрошлое тоже было без сверчков. Ну, кстати говоря, о совиной еде, о совиных вкусняхах сверчков я тоже покупала. Это считается довольно хороший корм. Не такой хороший, как блаптика дуби. Давайте я их буду так называть, чтобы вас не смущать словом тараканы. Это аргентинские тараканы, так называются по-научному. Вот, помимо этого я покупала сверчков. Я их не разводила, у них довольно специфические условия именно разведения. Им нужна там довольно высокая температура там и так далее. Вот, и чтобы при этом еще сверчки не сжирали молодых особей, которые там у них появляются. В общем, надо следить, надо отсаживать, просеивать там, что-то делать постоянно. Поэтому я их разводить вообще, думаю, не вариант. Но брала так покушать сове. И проблема в том, самая большая, что сверчки более проворные, чем я. То есть мне, чтобы их поймать, приходилось нормально так постараться. Типа, я хочу в виде лакомства дать не как основной еды, но как лакомство, например, дать совушке. Ну, скажем там, 15-20 сверчков. И я их вылавливала очень долго. Ну, может, я их неправильно ловила, как-то у меня такой длинный-длинный пинцет. Ну, не пинцет, щипцы вот такие. И вот я ими сидела вылавливала, и они у меня сбегали. То есть они потом натурально прыгали по комнате. Но мне повезло, мне попадались какие-то тихие сверчки, и они не сверчали. Они, я знаю, что они могут убежать, спрятаться где-нибудь под диваном, например, и сверчать там на всю комнату и не давать спать. Но мне вот попадались тихие, и они не сверчали. Потом я как-то нашла в паутинке сверчка. Так что я подозреваю, что если у меня где-то живут паучки, они точно живут, потому что я к ним лояльно очень отношусь, их не убиваю. Вот. Они в паутину попадались и становились кормом для паучков. Вот. Но я в итоге отказалась от этой затеи, и больше сверчков практически никогда не покупаю, потому что у меня столько мучений с тем, чтобы их словить. Есть, конечно, какие-то специальные выдувалки. Ты, типа, там дуешь как-то в трубочку, точнее, ты не дуешь, ты засасываешь воздухом, как пылесосом, и они должны оседать где-то в какой-то промежуточной капсуле. Типа через сеточку они дальше не должны попадать. И это защита от того, чтобы ты их не вдохнул, когда ты трубочкой их ловишь и выдыхаешь. Говорю, ну мне это страшно. Ну и что, что там сеточка, само осознание того, что я сейчас, типа, должна засасывать сверчка. Да? Капец. В общем, я отказалась от этой идеи. Тихий, значит, они знали, что их ждало. Может быть, может просто конкретно такой сорт. Сорт, вид. Я думаю, что какая-то из дверей должна открываться, я все проверю. Это банановые сверчки у меня были, они на самом деле разные есть. Там какие-то двурогие, двуногие, двуносы. Ну вот, не знаю, есть банановые, вот это были банановые сверчки. Рукой почему не ловила? Мне кажется, что рукой шансов у меня было бы еще меньше. Так, я тут выход нашла, но я просто на всякий случай хочу оставшуюся камеру проверить. Любопытно, что это за тюрьму я нашла? Что это за местечко такое? Ну конечно, ну конечно, конечно, конечно. Ну, в общем, я перепробовала довольно много разных вариантов насекомых. Остановилась на том, что аргентинцы самые приятные в содержании, самые хорошие с точки зрения пищевой ценности соотношения там, фосфора, кальций и так далее полезных элементов. Вот. Не слишком жирные, потому что зафобос, личинки, я вам тоже про них рассказывала, они очень жирные, их много нельзя кушать. У нас как лакомство присутствует. Но... Немного их. А что это такое-то? Это робот? Это турелька такая или что? И она моих тараканов трогает? Я сразу не поняла, на кого она буйчит. Так. Ну-ка. Сейчас. Сейчас я возьму гравикушку. Не, надо еще куда-то подальше запихнуть, наверное. А, все, сломала я. Мои ребятушки пошли, там уже зачищают мне дорогу. Так, их. Вперед, пацаны. Такие хорошие текстуры. Какого года игра, вы говорите? Это 2004-го, да? Мне так нравится. А, я переключаю камеры. Блин, они там проблемы себе нашли. Говорят, сверчков и тараканов надо убивать перед кормлением совы. Я убиваю, хотя нет, ну не обязательно, на самом деле. У сверчков, у некоторых говорят, нужно задние лапки отрывать, отрезать, потому что они достаточно острые. Вот. Ну, многие этого не делают. То есть, типа, как рекомендации, но ее оспаривают, на самом деле. Не все говорят, что это надо делать. Тараканов вообще не обязательно убивать. Они безобидные. Ну, по крайней мере, вот эти аргентинские. Их же много разных. Ну, что-то дверь не открывается. Ну, ладно. Пойдем через другую. Вот. И их не обязательно убивать вообще. Но я... Да, я это делаю, потому что боюсь, что они сбегут. И если где-то затормозит... Ну, такая иногда тормозяша, на мой взгляд. И они могут тогда просто отправиться в путешествие. И если сбежавшего сверчка я еще как-то могу пережить, то сбежавший вот такой таракан, это... Это не очень. Я же вам доставала, как-то показывала их. Там некоторые из них вымахали реально большие. Я... Блин, я затрудняюсь сказать, сколько это сантиметров. Сейчас найду. Это... Сантиметров... Семь, я бы сказала. Вот эти именно, которые здоровые, такие вымахали. Да, сантиметров семь, ребят. Немало так. Ты куманно убиваешь тараканов. Но я выбираю максимально гуманный способ. И я даже читала, как правильно умершлять лабораторных мышей. Есть, короче, ассоциация, да, которая занимается исследованиями всякими. И они выработали правила, по которым максимально быстро и гуманно лабораторная мышка умершляется. Но я живых мышей не покупаю. Я беру замороженных мышек. Очень удобно, на самом деле. Я просто размораживаю по две мышки. Ну, крупных, взрослых мышек. Но они все равно... Они не такие, как крысы. То есть они небольшие прямо. Они все равно маленькие. Но вот две мышки... Это такая нормальная порция. Скушать. Я не очень-то понимаю. Я где-то что-то пропустила, поэтому не могу пройти, похоже. Я заболталась. Я вам очень много могу, на самом деле, рассказывать про все это добро. Не представляю кому это. Может быть интересно или полезно, но мало ли. А, вот проход. Я за своей этой болтовнёй, я начинаю, конечно, теряться и блуждать. Девушка, как вам не стыдно с линейкой? Нас чего? Зачем тебе рулетка под рукой? Не знаю. Наверное, часто пользовалась, поэтому она рядышком. Ты, например, покупаешь какой-нибудь товар. И обычно в описании есть его габариты. И держать под рукой, ну, линейку большую, это не так удобно. У меня где-то со всеми концтоварами лежит линейка. Вот. Но она дальше, и это неудобно. А маленькая рулеточка, маленькая, компактная, это очень удобно вообще. Я такая хуопа. Я сегодня... Что я сегодня? Я сегодня купила силиконовый коврик для раскатывания теста. Вообще не пеку ничего, но такая удобная штука и важная, так нужно её иметь. Короче, всё. Нужно иметь силиконовый коврик для раскатывания теста. И я выбирала там разные варианты по размеру. И мне вот надо было прикинуть, а сколько. И вот мне не надо доставать линейку. Рулеточку взяла, так хоп, на столе посмотрела, чик-чик, и выбрала себе размер коврика. Всё. Да это удобно. Или какой-нибудь интересный факт. Ты узнал где-то о размере чего-то? Вот, например, тебе какой-нибудь стример берёт и рассказывает, что у него выросли 7-сантиметровые тараканы. И ты такой, блин, а 7 сантиметров это сколько? И такой сидишь и... Сколько же это? Вот. А когда у тебя под рукой есть рулеточка, ты взял, достал и всё, и знаешь. Ладно, погнали. Я же не отсюда пришла, я пришла с той стороны, да? Да ё-моё, я с этой болтовнёй. Всё. Пу-пу-пу, поплыли, наверное. Я боюсь, что какая-то дрянь сейчас вылезет из воды. Это опять, это опять эта штука! Как же ты внезапно появляешься? Гуману убивать это безболезненно. Мышек им нужно ломать позвоночник определённым образом. То есть нужно прижать, типа, голову к плоской поверхности и за хвост потянуть. Короче, там свои сложности, я поняла, что никогда не буду пытаться это делать. И живые мыши вообще не вариант, только промороженные. Ты не думала про vampire-ля-ля-ля-ля-ля? Нет, я... Возможно, она у меня даже есть в библиотеке. Я чё-то так вспоминаю. Вот ты говоришь название, я вроде бы вспоминаю, что да, такая игра есть. Я что-то когда-то по ней видела или читала и смотрела. Вот. Но в планах именно в ближайшее время её проходить нет. Скорее всего, буду выбирать из других игр. Очень-очень много всего, что хотелось бы пройти. Ну или не пройти, а хотя бы попробовать. Плюс, так как я хочу немножко разнообразить формат, не только игровой, но что-то ещё прикольно пытаться добавлять. Это я, но мы не скоро доберёмся. Ты когда правую руку поднимаешь из рамки, такое впечатление, что у тебя татуировка на руке. Да, серьёзно, когда я вот так вот делаю? Прикольно. Там очень хорошие квесты, она атмосферная, может зайти тебе вполне. Я, знаешь, чья она, когда видосик по ней гляну и посмотрю в целом, что за игра. Вспомню. Такое атмосферное местечко. 2004-го, да, игра? Мне прям очень нравится, как она выглядит на то время. Это был прорыв, да? В общем, да, я больше со сверчками не связываюсь, и поэтому давненько не слышала, как они вообще сверчат. Это была революция. Угу. Я понимаю теперь, почему об этой игре столько говорили, почему её считают легендарной, столько любителей этой игры. Потому что вот, ну, на то время... Ай, я же не взяла гравипушку. Чего-то аналогичного, наверное, не было. Да ну, я не могу попасть. Да в смысле, алё? Я слишком далеко, что ли? Какие у меня варианты там? Ну, очевидно, есть какой-то проход, которого я не замечаю. Зачем я тогда сюда пришла? Ну, отсюда я вылезла, ну, какой смысл возвращаться? Я, наверное, я не была в соседней камере, да? Или была? А, была. Я же... Или... Или не была. Я проплывала там или нет? Сейчас, ребятка, сориентируйтесь. Слышали вот это губ? На заднем плане. Это сова прыгнула. Она приземляется реально как слон. То есть она сидит, сидит у себя на веточке. И потом такая... Я хочу спикировать. А мне, видимо, вот сюда. Всё, разобрались. И я не дотягиваюсь. То есть это тоже недостаточно близко. Ну, а так? А так хочешь? Вот. Всё. Где мои тараканчики? Следующие прибегут. Взамен потерпевших. Кстати, даёт понять, когда проголодалась? Да. Да, ребята. Это очень смешно за этим наблюдать, на самом деле. Во-первых, есть, ну, такие, скажем, обслуживающие моменты, когда мне нужно заниматься контейнерами с тараканчиками, да? Нужно им там подлить воду, почистить что-то, дать им... Я им даю там листик салата, огрызочек от яблочек, такие штуки. И всё это с удовольствием съедают, и им это полезно. То есть я достаю контейнеры, в которых они содержатся у меня два... У-у-у-у, привет. А можно убить стулом? Я, по-моему, без стула его убила. Вот. И я, получается, достаю контейнеры, начинаю там что-то копошиться. Она всегда, когда это слышит, она, бывает, так прячется у себя в домике, ей так нравится. Это, вообще-таки, туннельные птички, которые любят какую-то трубу найти в ней сидеть. Вот. Она сидит в домике. И если она слышит, что я достала контейнеры, в которых её нямка живёт, она берёт, вылазит всегда. Всегда. Вылазит, посмотреть значительно на меня. Потом она берёт и прыгает на жердочку, и сидит возле миски своей. У неё тарелка такая... Оооо, началось! Костя! Спасибо, Игорь, за совет. Три выстрела, один труп. Внутренним отрядом сдерживания этого вопроса ликвидировать полицоключённых в блоке A7. Запретить внешний контакт. Уру-ру-ру. Сохран... Да, я сохранилась. Так вот, а... Она, короче, садится возле своей миски и начинает вот так заглядывать. Ну, там пусто, конечно, но она так заглядывает. И как бы намекает, ну, пора бы уже. Чё, в миске пусто? А, её ещё и патчить нужно, игру эту, которую ты рекомендуешь. Ну, тогда шансы немножко уменьшаются, если это нельзя просто взять, купить в стиме, установить и играть. То есть, с большей вероятностью я возьму что-то, с чем не надо заморачиваться вообще. Я гляну всё равно. Может, там что-то такое вообще суперинтересное будет. Стимверсия тоже можно. Трелли можно носить, использовать как олявное оружие, а как в портал, я там так делала. Ну да, портал же. Игрородственник. Я тут ещё не была, по-моему, да? Или была и не заметила. Я что, кругами хожу. Фига, огромный туалет. Ну, мне кажется, что такой туалет какой-то неуютный. Или тут... А, тут, наверное, просто здание разрушено, и тут были стены. Тут, наверное, был потолочек. И, наверное, вот тут вот, да, всё-таки была стена. И тут тоже, хотя не похоже, чтобы тут была стена. А вот тут стены не было. Блин, ну это неуютно в таком большом помещении. Ну ладно, типа, всё это стоит рядышком друг с другом, но в таком огромном помещении это странно. Мне кажется, человеку нужно, ну, хоть какое-то уединение. Не просто родственник, сюжетно они находятся в одной игровой вселенной. Угу. Да, я что-то такое слышала. А у меня ракетки-то закончились. А, это мой. Фух, я думала босс вылез. Чуваки, не пугайте меня так. Ну, яма, с которой он вылез. Да, то есть там они не могли вылезти, потому что песочка не было. А тут они берут и проламывают пол бетонный. Не выскакивают ко мне. Они просто не хотели ко мне выходить тогда. Они обиделись за друга своего. Но я их понимаю, я их не виню. Там неловко очень получилось, что я его убила. Пора, наверное, уже взять курель, да? Да, хотя бы опрокинуть на самом деле. Мы справимся и без такого оружия. Но при всем хорошем в этой игре селектор оружия для меня до сих пор очень сильно неудобно. Откуда еще стреляют? А, это вообще в соседней комнате. С кем они дерутся? Ого! А, они пропадут потом или нет? Тут ограниченное количество дырчи, которые можно сделать в стекле. У патронов-то у меня точно ограниченное количество, поэтому не стоит, наверное, как тут. А, тут поле, понятно. Типа силовое поле. А, как же его отключить-то? Эта дверь не открывается. Там, вроде бы, кнопка. И это никак не открывается. Вон, внутри кнопки. Скорее всего, она это силовое поле отключает. Ммм... Через верх, казалось бы, очень логично. Что такое? Я не вижу никакого вообще прохода. Не подсказывайте, только не подсказывайте. У-у-у! Ну я недавно, вроде, сохранялась. Ой, 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 пустите обратно. Меняем вооружение. меня застопили тут застряли они там или они просто не хотят выходить и воевать да в смысле берись давай почему она мне не притягивалась наверно далеко очень этим толчатся тут гранатку забросят мы так хорошо куча не стоим далеко до она стреляет в меня вы говорили ее можно использовать как оружие для этого надо со спины подойти меня расстреляла по вот тогда я попадаю по моему нет она не она проще не стреляет меня она продолжает моих тараканов гасить даже если у меня в руках и получается очень нехорошо тогда я тут бегаю по огню давайте ящик ломать и не знаю нужны аптечки конечно не владеет как-то бы похилить что-то там летает он чуть прилетела только что это проломила решетку по идее до штука мне очень надо похилиться потому что еще одно попадание и все сушьтесь ли сюда прыгнуть а нельзя пожалуйста хотя бы одну аптечку нет в самом портал есть ссылки к black mess это да даже в песне глэдос упоминается black mess как же мне нужны сил очки я говорила нет дефицита а вот он наступил как не попасть в таракашек не понимаю ладно сейчас зато аккуратно все сделаю фулл хп как аккуратно я забыла оружие переставить тут кстати может осталось что-то полутать типа аптечки какие-то что-то попадаю явно не в него по-моему стул ничё с него не упало не забывайте еще я потому что скоро будем заканчивать дойдем до какого-то такого флорическое завершение может получать кое-что блин обидно что стрим падает что надо с этим делать разбираться сейчас больше не падал конечно после чтоб старту но я не понимаю не падал же больше да это могу сказать там еще эти летучие хрени я не могу да у жалко они по опыту одни какие-то ставят и на как же это отключить у него пульт в руке нет нет должно же быть отключение но и начинается ну вот там какой то точно был наверху пульт ну какая то кнопка была гравипушка звучит конечно хорошо но у нее область действия такая небольшая непонятно что откуда тут можно вытянуть тут куча оружия валяется на полу я думаю что она тоже не проходит через эту но я не дотянусь до отсюда напротив да без шансов нет точно нет ну другое думать возможно есть способ открыть эти ворота эти и еще одни вон там соседней комнате не надо подсказывать ладно я сама что-то поковыряюсь поищу что можно сделать вряд ли мне нужно далеко назад возвращаться скорее всего решение где-то в этой комнате я просто не вижу как залезть наверх наверх и не нужно там какие-то комнатки и у нас есть подозритель оооо у меня есть батарея прикольно ну тут не просто стекло даже тут какая-то сетка и я не могу как использовать кнопку которая внутри как-то нафтик привет ой еще умывальник вместе я думала тут ну типа какой-то секретик проходик какой-нибудь незаметный не зря что-то одна камера открыта подкопчик там какую-нибудь но нет только стул туда то есть стул я могу туда бросить серьезно так мы уцелим мне кажется у нас там много предметов интересных которыми можно экспериментировать надо попытаться быть пультом я же пыталась это делать я пыталась это делать через поле у меня не работало я же туда направлял ну я типа тут все прощелкала вот тут и там тоже ну в смысле я все тоже делал блин жалко его мучили я хочу бутылок каких-то вторые рубильники мне наверное и не нужны да открылся проход ага ага кнопочку можно выключить нет нет не идите туда оооо блин он пожертвовал с собой ну мы могли как-то аккуратнее все это сделать знаете мне это напоминает фильм как же он назывался хижина в лесу может быть это комедия но это типа хоррор хоррор и комедия и там были такие студентики которые постоянно убивались и там мужик постоянно говорил студентики вы чего они там попадали на пилу там еще чё-то трешовое то их по моему там деревом убивало бревном это самые такие жуткие смерти были и они сами попадали в это и переключать камеры еще бы я помнила где такое место не думаешь поиграть в блэк месса не знаю не знаю я не знаю я этим рубильником открыла тот проход который был закрыт или нет сейчас проверим открыла а убойные каникулы да 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 точно убойные каникулы веселый очень фильм я давно сохранялась понятно я поняла когда ой 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 что-то может кашу откуда-то подустала немного честно говоря это если что я скреплю шариком я думала я ее знаете типа шкафом этим от нее закроюсь и ее закрой я сейчас шибу нынче так не вышло трепет раз сядусь очень быстро такая шарика да он поскрипывает иногда Да я могу тебе сейчас еще поскрипеть Вообще Вот Вот он скрипит Я туда пришла или нет? Да, туда Серьезно, он у меня когда Вот, видите, по этой Ну, вон я скриплю жариком Когда прислоняется к подставке На которой я сидю, тут скрипит У меня бухилочку Стримерное видео скрипит Да Ну, такой не самый приятный звук Это типа как Когда скрипут Ногтем по доске Тоже не очень приятно Скрип тоже не особо плохо Наушник выпал Где-то же это поле тоже отключается На меня обстреливают раньше, чем Не успеваю изучить комнату Не, ну я даже подойти к ним не могу Ну, в смысле? Там есть укрытие за стеной Но чтобы подойти ближе И захватить их турелью Не, не надо мне только подсказывать, что делать Я сейчас что-то придумаю Просто мне надоело одно и то же повторять Одно и то же, одно и то же С одинаковым успехом Успехом Все Один хп Все Все Нет хилочки? Никакой Да Я на этот раз правильно пошла Я постоянно забегала не в ту комнату Потом разворачивалась Искала правильную комнату Тут что-то полезное есть Типа хилки какие-то Здоровичка мало на самом деле Блин, так его жалко Олегс подчеркивание Старк Подчеркивание 90 Спасибо Активирует премиум 2 месяца Спасибо тебе за премиум Стример умница И не говори Вообще Умница Взяла застряла Ну Блин Я не понимаю Тут иногда реально такие места Где надо вот просто в лоб бежать И все И тогда все работает Ооо Он разбил мой ящик Просто типа в лоб бежишь И все у тебя хорошо Вот у меня еще есть это В качестве щита И щит конечно работает Когда турель одна Но когда их много Ни фига не работает Они же не попадают Нет, они по мне не попадают Нет, не попадают Не попадают Все Не попадают Ну как они попадают А, это другой там Мужик там стреляет еще Я убила его Зато Ну что, насекомые не справляют Там вот это Поле Через которое враги проходят А я нет И тараканы мои Тараканы мои тоже не проходят Ну по-любому Где-то там Отключается Тоже скорее всего Есть какая-то розетка Нужно подойти Вытащить И Это еще что такое Это что-то новое сейчас было В общем да Нужно просто отключить Это поле Зайти Там всех раскидать Звучит просто По-моему Мои предыдущие попытки Были лучше Надо признать А эти вообще Какие-то Провальные Полностью Короче Я построю себе Укрытие Из бочек И они не смогут Меня обстреливать Так Сейчас Вот их надо ставить Как-то Вот так Нет Это на кофе Как-то развернулся Сейчас Сейчас Ну мне просто Надоело идти И умирать обо них Нужно подойти с умом К этому Что это Тупое животное Что ли Идти просто Умирать обо них Тараканчики Я не хотела вас обидеть Нет На краешек И О Стоять Стоять Я же хочу стоя Ставить свое Заграждение Как вы понимаете Да У меня будет заграждение О Хорош Так Осталось Еще Примерно Штук Десять Ну что Ложки Не попадаете Ой Чуть-чуть попадают Надо плотнее Ставить Что у нас тут Майнкрафт Ага Ну просто За укрытием Нужно двигаться Присев А мне лень Сейчас приседать Пока я строю Нет Нет Не стопьте Меня Не стопьте Эти Убежать Я же для вас Укрытие Делаю Дурачков Получишь Ну вот этот Ящик Выглядит Не очень Надежно Бочки В этом плане Получше Просто Они закончились И дальше Видимо Придется Ящиками Нет больше Бочек Не вижу Но их можно Переставлять Всегда Я считаю Что мой план Надежен Как швейцарские Часы Идеально Да Ящики Не очень А вот Бочки Вообще Что надо Зря Конечно Тараканы Вылазят Это Очень Прометчиво Нет Не падай Не падай Я все Потом Не поставлю Ладно Ладно Мы обойдемся Теми Что есть Я Собой Довольна Это По-моему Отлично Работает Работало До некоторых пор Так Просто к сожалению Одной бочкой тут не прикроешься Приходится двигаться Постепенно Чуваки Ну куда вы бежите Почему мои тараканы Не понимают Что такое укрытие Давайте мы будем Черепашкой Двигаться Мы как римская армия Идите сюда Ну е-мое Где моя армия Почему я одна А О Вот Моя армия Идем Так Минус Минус Бочка Похоже У меня еще Три бочки Есть На самом деле Это неплохо Это неплохой результат Три бочки Это вполне Чтобы закрыть Мой тушку Четыре А кто В меня попадает Ах ты Снайпер Там Вот так усечка Вот так усечки Был зазор И он в него попал Сомкнуть щиты Да Лучше Руками брать Три бочки И 10 хп Да У нас было Три бочки И 10 хп Ладно Ладно Че Мне нужен Новый план Вообще У меня Ще есть Батарея Аба Что это Я не очень Понимаю Что произошло У меня Что Срикошетило Че то Ну С двумя Хп Мои шансы Вообще Там Выжить Они Ну Минимальные Стример Не тупой Ноги пролазят В двери С батареи Так Не Ну она Меня вряд ли Закроет Достаточно Хорошо Да Сейчас Попробуем Развернуть О Как щит Лучше Это челлендж Да тут До 39 хп Честно говоря Челлендж Я удивлена При том Что тут Аптечки Всегда На каждом Шагу Что теперь Тут не оказалось Аптечек Это так Странно Не 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 Чувак Поговори С бочкой Куда я залезла А бочку Можно забрать Нет 18 хп Батареи Перепестюлю Как я их всех убила Я че-то взорвала Чувошеньки Ну Нет Нет Простым оружием Эти турели Не прошибешь Я так понимаю Тут Только Смекалочка Нужна А че Эти бочки Взрываются Внезапно Ты из подствольника Выстрелила Изи бал Да что вы там Прогноз делали Я Блин Я хочу тоже Видеть прогнозы Чтобы когда их создают Я видела Это можно как-то сделать Вы не знаете Мне интересно На что вы прогнозы Делаете Правой кнопкой Детернативная так Все я поняла Да Я постоянно Правой нажимаю Думаю Что я целюсь Так не работает Так все Я расправилась С турели Но у меня осталось Всего лишь 18 хп Ааа Да Ничего себе Ого Я сейчас еще раз Смогла выстрелить Так смотрите Даже целиться Не надо Ника это лучше Не видит Там 100% Проголосовали Все Оформите Баллы Там Да Вот На О9 хп Блин Все Ну я Я не могу Мне надо Ближе подойти Чтобы взять Надо аккуратнее делать Не так Я просто устала Уже как-то фигню Делаю Так Все Соберись Ну вот сейчас Они были за этим полем И их вообще Это убивает моих тараканов А не врагов Жесть Да Так вот Если ты знаешь Какие-то там Три способа Как это пройти То не рассказывай Ты молодец Что знаешь Но мне не надо говорить Я Сейчас для чего-нибудь Сама додумаюсь Уже 4 Молодец Три хп Три хп Как-то затишье Или мне кажется Вообще тараканы Нормально Так танчат Они вот убежали Вперед Там что-то делают Мне всего лишь Нужно схватить турель Я могу ее схватить Три хп Там было 2 туреля Куда делась еще одна Или Или я все-таки Смогла ее Пробить Но мне кажется Это через это поле Не выходит А Ну да Офигеть Я просто раньше Не пробовала По-моему Вот это делать Оно Так Прикольно Надо было остаться Посмотреть Но у меня так мало хп Так мало хп Что Ой я чуть-чуть похилилась Ребятушки Сейчас у нас все получится Надо найти розетку Только А кто выжил С тремя хп Так Розетка Где Что-то я не видно Как это добро Отключается Ну типа Вот 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 идет провод И он идет Аж Вон туда В соседнюю комнату Фигушки Туда пролезешь Наверное Все-таки Должен быть Какой-то Проход Куда-то Или Просто Может быть Видна Эту часть Для того Чтобы Отключить Это поле А Где его Может быть Видно Ну Точно Не тут Тут Зато Есть Елочки О Ой Ой Сколько Тут Добра Ничего Себе Я тут Набрала Всякого Следопыт Мне даже Ачивку Какую-то Дали За это Хорош Потому что Стримера Надо верить Прогноз Куплен Сто Пудов Вы Проиграли Там Баллы На чем Баллы Потеряем Проиграли Да Проиграли Много Не ставьте А то Видите Как Иногда Непредсказуемо Стример Умудряется Вытащить На трех ХП Блин А тут Может еще Какие-то Ништячки У меня Остались О Надо было Это сделать В общем Я чувствую Что ту комнату В которой Провод идет Ее Возможно Откуда-то Видно Ну Они мне Взяли Заблочили Проход Товарищи Тараканы Ну Вы Чего Невозможно Если Увидеть То Можно Будет Открыть Ну Вот Эта Комната Вон идет Провод Куда-то Налево А куда Он там Дальше Идет Вообще Непонятно Еще Не Вечер Да Сохранился А потом Будем Думать Да Я Сохранилась Слушайте А вот этот Переключатель Я же могу Опять Включить Нет Не Могу Я думаю Я могу Позакрывать Опять Все О Хилочки Вот Теперь Прям Точно Надо Сохраниться Когда У меня Аж 98 Когда У меня Последний Раз Только Было Короче Нет То Что Я думаю Не Работает Не Было Видно Соседнюю Комнату По Логике Проход Туда Должен Был Быть Вот Тут А Его Нет Ладно Тут Тоже Не Видно Нет Я просто Круги Какие-то Нарезаю Давайте Тогда Смотреть На Месть Подсказывайте Только Ладно Тайбет Привет Приветик Я точно Не дотягиваюсь До Розетки А то Может быть Знаете Ларчик Очень Просто Открывается Да Кстати Что Меня удивило В этой Фразе Про Ларчик Наверное Все Ее Слышали Да Ларчик Просто Открывался Всегда Ставит Ударение На Просто Типа Что Вот Был Ларчик Я Честно Уже Не Помню Подробности Этого Рассказа Вот Но Суть В том Что Там Был Ларчик Который Непонятно Как Было Открыть Вот А Заканчивается Все Словами Что Ларчик Просто Открывался И И все И там Ну Типа Не сказано Как Именно Он Открывался И Выглядит Это Как Будто Он Открывался Просто Но Непонятно На самом деле Как А В итоге Был Какой-то Очень Интересный Разбор Этого Произведения И там Объясняют Что Ларчик Не Просто Открывался А Просто Открывался То Там Ударение Вообще На Слове Открывался И Дело Не в том Что Он Открывался Просто А В том Что Просто Его Надо Взять И Открыть И Все Не Нужно Никакое Объяснение Как Именно Он Открывался Не Ну Подожди О Все Я Влажу Я Испугалась Что Не Пролажу Тут Думаю Ну Нифига Себе Еее Люблю Вентиляторы Его Надо Сломать Что Нибудь Застопорить Сейчас Сейчас Сделаем Дараканы Только Не Лезьте Туда Пожалуйста Чуваки Нет Не Слишком Надежно Что У тебя Надежда На Кирпич Но Он Меня Подвел А У меня В этой Комнате О Я Думаю Что Лопата Да Лопата Лопата Серьезная Ну Выглядело Надежно Но Недолго А Пусть он Выключен Да Блин Я не хочу Туда Я боюсь Можно На всякий Случай Застопорю Я точно Его сломала Блин Ладно Все Идем На мужика Есть Контакт Потерян В блоке Б2 Еееее Почему Нет Ачивки За Убить Решеткой Ой Ой Это Моих Ребятушек Там Убивают Загрузка Стена Смерти Пройдена Стрем Молодец Да Да Дерзкий Только Из Одного Месива Выбрались А У меня Есть Супер Оружие Подождите Подождите Ка Вот Так Опаньки Офигенно Работает Мне Надо Восполнить Заряды Этой Штуки Она Мега Крутая Так Бочки Меня Никогда Не Подводили И Стол Тоже Еще На Сякий Случай Немнож Немнож Не Не Сякий Не Я Немнож Немнож Тихо 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 Немнож То Тихо 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 Чего Это Меня боятся Тихо Тихо Правильно Делает ой я ее уронила блин все было так хорошо таракан ты куда не больше никто не идет чик ага да мне фонарик не включается на батарейка села или что на и я не эту кнопку что не к за тебя было 10 против 3930 чат в тебя верит копеек ну где они там я хочу мужика послушать у тебя есть новые шары гранаты ты про вот это что-либо или вот эти которые я сейчас пылила мне нужно восполнить они закончились они очень круто это это сейчас мой любимое оружие стал вот шикарно для на только 1 он жив а у него же там такая типа защита стоит да я промахнулась кнопкой вместо игры пушки взяла что и все осталось может похилищ сейчас тут вообще есть кто-то хилочки интересных сферы плазма дата их выстрела уже да 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 ну мне прям очень понравились почки эти унира это . так нам надо поговорить о технике безопасности он ее разбил ё-моё сейчас налутаем тут добра всякого или не налутаем я не поняла где добру что по мере прохождения всяких ништяков становится меньше у меня такое впечатление что у хилочек что туда уже стало не так уж много как и патронов да блин меня таракашки постоянно берут и выталкивают мы так не договаривались по кругу стоит бегать не очень прикольно тактика да да признаетесь вы тоже так делали а это чё было голову прилетела чтобы алексос тиви или как правильно здравствуй что доброе утро уже хотя сколько-то времени я хочу знаете не типа вот ощущение что я прошла эту локацию я может быть выйду из этого помещения или вот что такое надо чтобы на этом уже закончить он стреляет тараканы вы вы все портите не надо жалко что их реально нельзя где-то остановить чтобы они постояли подождали пока я тут разруливаю все у меня тут по идее один выстрел есть хилочка хорошо как говорил один стримера в день и ставок это лучше чего добился твич работяге ему лучше что добавили на твич работяге могут почувствовать какое-то зло лудомания не потеряв при этом денег думаешь именно с этой цели добавили вообще так крутая штука действительно она мне кажется очень поднимает вовлеченность зрителей то что происходит их заинтересованность досмотреть до какого-то там логического завершения чего-то там матча и как-то хвост играл в дотку и я смотрела его стримы поставила там все свои баллы канала его и я должна была досмотреть к точку до конца потому что не надо было знать я выграю или нет и это я которая сказала не ставьте много но и но в итоге я была права еще одна турель пути в эту сторону это я зря на любез тараканов что прошло граната интерактив я вообще выйду из этого здания когда-нибудь или нет честно говоря я уже даже немного запуталась где я здесь побывала глине граната очередная ой прости 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 таракан я не хотел это случайно был не случайно вот это место выглядит так как будто я тут уже бывало а на самом деле нет не бывало это пропустите обратно отпустите в укрытие пустите пожалуйста блин вот от них много пользы но иногда они как застопят меня в каком-то месте что я сожалею о необходимости оброчить искренние поздравления большой туре разочарования но как администратор я обязан ознакомить вас с посланием которое я буду сомнение наших покровать захват Илая Вэнса является событием исключительной важности и хотя вполне очевидно что мы без особого труда могли бы схватить его в последние несколько лет то в какой момент он был принен он схвачен сразу неожиданно как он придарай тавил на убежище Гордону Фримену не мог не остаться незамеченным участниками сопротивления смею предположить теперь любой подумает дважды прежде чем приютить доктора Фримена капец я не могу сомняться в его преданности другие отвернутся от него или даже выдадут его нам разумеется не стоит на это слишком просчитывать в репутациях именно такова что другие закоренелые изменники дадут ему полную свободу в деле распространения повсеместного террора и хаоса о недовольстве наших покровителей которое я должен до вас донести конечно не в моей юрисдикции опекать или критиковать специальные подразделения надзора но это не освобождает меня от ответственности за их недавние промахи и откровенные ошибки не хочу дослушать его меня строго спросили за эти недостатки в работе а теперь ваш черед отвечать на вопросы Лено обидно он типа грозит проблемами для всех кто Фримена приютит что нам ни у кого не останавливаться теперь ну мы так по-быстрому обычно пробегаем там где-то нам кто-то чуть-чуть помог и все отсюда я пришла правильно? значит идем вперед я запуталась немножко где я уже побывала где нет или отсюда пришла все коридоры одинаковые опять ну емае так тут я нажала ребятки пропустите простите вы классные ну давайте вы не будете тут толпиться вот что-то полезненькое и загрузка я на верном пути скорее всего что за жуки из космодесанта у тебя в питомцах это муравьиные левые они очень прикольные в итоге оказались они меня долгое время раздражали но потом мы подружились нашли общий язык теперь они мне помогают у нас на 100% шикосик надо сохранится что тут скажешь можно переключать это к нам уже бегут со всех сторон посмотрите на это они вот и сбегаются чтобы меня убить надо как в лабиринте идти Ну да, то, что я вам говорила, надо идти по одной стороне, и тогда точно придешь куда надо. Вот тут что, хилочка? Нет, показалось. О-о-о! Стоило быть готовой к этому. Я, как обычно, достаю оружие, уже когда меня обстреливают со всех сторон. Тут просто не поймешь, что будет. Тебя ждать за ближайшим поворотом. Враги понабегут или будут стать турели, которые удобнее всего просто гравит пушкой схватить и бросить друг к другу. Ну, чуть-чуть втанчить лицом, и все. Так, у нас какая-то ловушка. Но если тут ловушка, то может быть что-то хорошее. Ничего хорошего, только ловушка. Я же перепрыгну? Да. А таракан не перепрыгнул! Что же они такие глупенькие-то? О-о-о! Он так прикольно рикошетит этот шарик. Нет, очень далеко, мне нужно ближе быть. Только это был странный такой подлак, очень неприятный. Кстати, тут есть укрытие. Ой-ой-ой! Укрытие-то есть, но в него закидывают гранаты, что неприятно. Да ё-моё! Тут можно перелезть? Всё, мне кажется, нашла обходной путь. И даже нашла хилочку, шикарно. Она же многоразовая, то есть я смогу, по идее, ещё сюда прийти. Мы, кстати, дали чипку ещё одну следопыт. Такая нашла какую-то секретную комнатку. Ты кто? Сейчас, подожди, подсвечу! Ха-ха-ха, кошмар! А сколько на него залезло этих штучек мелких? С чем я сюда зашла? Уходите! Просто уходите отсюда! Страшно? Такой вылазит! Да! А, всё, я уже похилилась. Доброй ночи, Дилан Мортел. Спасибо большое. Оно с таким прикольным звуком там перелетает. Такой, щух-щух. Даже убивать жалко, честно говоря. Оно меня отравливает. Погнали. Погнали. Ну что, я нашла секретное местечко. Это определённо хорошо. Я, по идее, могу сейчас и спины обойти. И всех тут истребить. А там что, только турель осталась, что ли? Мои чувачки справились со всеми людьми. Только турель не смогли. Найс. Ой! Это я отпрометчиво зашла так. Нет, круглешейки, к сожалению, бросить в них. Чё-то меня контузило маленьком. Ой-ой-ой! Откуда ты тут взялся? И ты ещё! Блин, что ж так много-то? И ты ещё тоже. Бегите, глупцы. Ой. Ясненько. Не толпимся. Не толпимся, пожалуйста. Чё, схватить-то не могу. Блин, слишком много. Сколько там. Ничего себе. По-моему, там пожар. Подождите. Подождите, нам нужен план. Шилочки точно все собрала. Тут две. А, здесь нельзя обойти к ним. Ладно. Просто в лоб идём тогда. Ой-ой-ой-ой, я думал, я вторую ткнула, первой. А в итоге нет. И она меня продолжала расстреливать. Так же я отделалась там совсем чуть-чуть. Потеряла бы. Плохо. А вот это приятненько. Мне кружочки дали. Аж две штуки. Как же всё плохо. Да в смысле? У тебя всё плохо, говорится. Я не поняла. Или что, или стрим опять упал? В жизни всё меньше. Ну, не густо, да, за выездами. Да, по-любому сейчас где-то хилки нападают. Я за огнём не могу понять, где она, эта турель. Вставки горят. Забавно, что она, когда собирается стрелять, она начинает пиликать. Ой-ой-ой, ой, я застряла. Ясно. Тебе туда. Это где я вообще? А, в секретной комнатке? И это я ещё даже не убила этого. Ладно. Чё-то я далековато, да, сохранилась? Надо было поближе. Я думаю, перед соседней комнатой надо бы сохраниться. Вот, перед тем, как сюда заходить. У тебя с хп плохо, я поверил в тебя. Да? Вставочки горят. Блин, я тут хотела взять эту бочку и бросить у них. Тут мне ко мне подошёл. Мне начинает нравиться этот подствольник. Прикольная штука. Я думаю, он его нормально загрызёт. Блин, я выбегаю просто на линию огня этих турелей. Пожалуйста, ну уже упади. Я другого способа не вижу, как их уничтожить, кроме как побежать почти вплотную. И просто схватить. Тут бухилочку очень мне не помешало. О, спасибо. Я на ловушку зашла! Я отбил свои баллы. 19 хп. Вот там есть бочка. Я думаю, что там может быть аптечка. Да? Не аптечка, но тоже хорошо. Блин, тут нет нигде подзарядочки. Где-то не так далеко вроде была подзарядка. Для хпшки нет. Но можно вернуться в секретную комнату. Помните, где она? Можно вернуться. Подхилиться. Они же тут не прибегут, эти чуваки, правда? Не должны. Секретная комната. Вот здесь. Тут, во-первых, есть хилочка. Во-вторых, вот у меня станция. И все, больше нельзя. Ну да, это было бы какое-то читерство, если бы можно было возвращаться сюда и отхиливаться на полную. Как-то нехорошо отхиливать. Как-то нехорошо отхиливать. Как-то нехорошо отхиливать. Если ты спросишь в чат, расскажет тебе, как опрокидывать турели, не подходя к нему, не получая урона. Бочка. Можно нести перед собой бочку. Ну, просто это как-то более запарно. Но я нашла способ. Весьма такой действенный. Так, тут стоят турели или нет? Я уже не помню. Не переверну. Да, тут стоят. Она, по-моему, в какой-то момент перестает стрелять, да? Типа перегревается, может быть, что-то такое. Или нет, мне кажется. Две. По-моему. Да всё. Ой, всё. 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 На мужика. Всё. Всего лишь 20 хп. Изи. Ну, стою. Вот это мну сиськи. Ну, всё. Пошла и победила. За что люблю стримы Ники. Они полны сюрпризов. Вроде бы главный герой Гордон Фаримон. Насмотрю. Больше похоже на Сару Керрика. Это да. Со мной Рой. Всё. 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 Прячемся, чуваки. Ищем другой проход. Этот не очень. Тут какой-то ядовитый газ. Не знаю, что это за штука такая. Но если в него выстрелить, он загорится. Ща. Я так думаю. Ух, ничего. Меня продамажило. Да почему? Я специально стояла далеко. Ой, капец. Я ещё и горю. Я так пролезть не могу, да? Вышло не очень хорошо. Центрон, привет. Наверняка никогда не мнёт этот самый. В смысле. А его нельзя облатать. Так, ну вроде бы. Тут всё спокойно. У меня 10 хп. С таким раскладом даже сохраняться не хочется. Если что, я не пошла на смерть. Они там неожиданно появились. Сожрали их, да? Молодцы, мои таракашки. Ручки славные. О-о-о-о! Отлично! Отлично! Кто сейчас сохранится? 57. Это неплохо. Я считаю. Чик. И энергии ещё подзарядить костюмчик. Хилимся, живём. Да. Шкосик. Так. Сохранится. Видбук, привет. Я тоже рада видеть тебя. Мы видим, что ты скучаешь по Старкрафту. Да, скучай немножко. Есть такое. Сейчас, ребятка, я чуть-чуть усяду себе. Тяжело так долго сидеть. Честно говоря, надо как-то размивётся. О, уже 23.50. Нам вообще пора заканчивать, знаете. Тут после этой локации много всего ещё? Ну, типа в этом здании. Или я уже выхожу почти? Просто если почти выхожу, есть смысл, да, уже тут дойти, там сколько-то выйти, и всё. А если она большая, ещё дальше впереди, то смысла сейчас нет. Это делать есть смысл на следующем стриме. Просто выглядит так внушительно, как будто бы, да, мы уже уцели почти. Я, может, ошибаюсь. Ой-ой-ой, оно в меня разгоняется. Капец. У меня есть что-то поувесистее, я не знаю. Автомат. Вот, давай хотя бы как-то так. Его задело хоть? Это похоже на босса. Так, может, от него можно просто взять и убежать? Нет. Просто взять и убежать нельзя. Окей, окей. Байтим на бочке. Хорошо, давай. Там ещё одна бочка была рядом. Ой, перезаряжусь. Подожди, 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 подожди. Как забайтить его на бочке, и при этом самой на них не взорваться? А, он сам взорвается, когда наступает на них. Понятненько. Ну, бочки-то закончились. Блин, я как будто в комнате с Гледос, на самом деле. Такое ощущение. Чё мне ещё прикольное? Граната есть. Ай-яй-яй, 49 хп, 49. А можно оброшить потолок? Он, типа, может подбивать все колонны, и его привалит, подождите. Ой. Чувак, чувак, давай. Вот так. Всё, разгон, разгон. Хороший бычок. Хороший. Застрял, что ли? Не-не-не, вот так не надо. Я так долго не протяну, если буду его байтить таким образом. Так мне надо вообще всё убрать из рук, по идее. Или всё-таки гранатку бросить. Не знаю, как эти опоры он убивает. Тут, кстати, какая-то решётка лежала. Может её... А, нет. Показалось. Решётка показалась. Надо, чтобы она с разгона делала не просто так. То есть, ему нужно прям разбежаться. Чик. Надо аккуратнее. Ну ты не туда разгоняешься. Ну, о-о-о. О, хорош. Осталось две опоры. Я не знаю, за счёт чего всё это ещё держится. Я думаю, что сейчас последняя и должен, типа, рухнуть потолок. А я удивительным образом выживу, потому что я главный герой. Ну, или баба скажет, ну там критический перелом, ля-ля-ля, всё хорошо. Баба в костюме, который говорит. Так. Почему не падает потолок? Это был мой единственный план. Так-то. О-о-о, ясненько. Видимо, это не работает. А тогда... Тогда мне больше некуда деваться, на самом деле. Я же так сейчас умру. Я же умру сейчас, я застряла здесь. О-о-о. А, не, живу пока я ещё живу. Подождите. Подождите меня хоронить. Тут точно нет какого-нибудь прохода? А, может быть, я могу граби-пушка это двинуть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди. Я должна кое-что проверить, пока ты меня не убил. Требуется медпомощь. Да я знаю, что требуется медпомощь. Колонны были декоративные. Вот, блин. А план был хороший. Обрушить потолок, правда? Я... Что бы с ним такое придумать? Кажется, надо просто пострелять в него. Я искала какое-то изящное решение. Обрушить потолок? По-моему, неплохо. Он же до меня не достанет. Это же типа мёртвая зона для него, нет? Ой-ой-ой. Так, 47 хп, это неплохо, неплохо. Не сдаёмся, пока не отчаиваемся. Я не могу выбрать оружие. Вот, вот это. Он испугался и убежал. Загрустил, что ли? Эй, ну ты чего? Ты чё, нормально? Бегали? Да ладно тебе, ну это. Выходи. Ну хочешь, я в тебя ещё стрельну? Ну чё это он? Идём, поиграемся ещё. Обиделся? Он взял и развернулся. Это спиной ко мне. О-о-о-о! Вспомнил. У меня правда шарики закончились, к сожалению. Вот, колонны ломаем, как раньше. Он чё, всё, что ли? Блин. Даже жалко его, я не знаю. Так, конечно, всё хорошо, но я не понимаю, куда дальше. Тут же всё заперто. Вот это похоже на выход. Надо прыгнуть туда, не знаю, что-то длинное туда положить. Я его не могу взять. Могу сделать себе, может быть, мост. Из дверей. Это я умею. Много у меня дверей. Где-то я упускаю проход. Но с другой стороны, если проход был всё это время, то я могла бы туда убежать и с ним не драться. А, а тут реально есть проход. Тут просто завалено. Так, а я могла просто отсюда выйти и всё? И не драться с ним, что ли? Так, я не поняла, чатик. Я серьёзно, я могла, типа, взять, расчистить себе проход и его не убивать, что ли? Ё-моё. Ну, я уже, похоже, вышла из помещения дальше. Ой. Давай мы мирно разойдёмся. Пришлось из арбалета. Это первое просто, что я выбрала, поэтому пришлось. Именно. Могла не драться, он мог остаться жив. Офигеть. Довольно горько это осознавать после всего. После того, как я его убила. Это, это стереотип. Это реально стереотип. Ты, когда в игре видишь такого босса, ты считаешь, что у тебя никаких других вариантов нет. Ты должен его победить, и тогда ты получишь возможность пройти дальше. И всё. И даже уже не думаешь в направлении того, что он... Может, это не обязательно? По-моему, меня сейчас убьёт. Я сейчас её убила. Это не босс. Но он выглядел как босс, потому что он большой. Ты понимаешь, о чём я говорю. Ты стеришь какую-то большую махину в каком-то аренообразном таком пространстве. И... И всё. Слушайте, а... Тут задачка со звёздочкой тоже. У меня есть буквально несколько секунд, чтобы решить, куда спрятаться. Ну? Ну? Когда оно начинает падать? Ведь я ещё и горю. Я просто собираюсь вернуться вот сюда. Это место выглядит, ну, не супер надёжным. Хотя, блин, если оно вот тут будет падать, то меня тоже прижмёт. Но хоть какая-то конструкция, какое-то укрытие, типа как стол, когда землетрясение. А может, надо просто пробегать вперёд? Максимально быстро пробегать вперёд. А тут некуда дальше, да? Или есть куда? Или некуда? Нет, некуда. Ой-ёй-ёй. Ой, мавочки. Всё? А, теперь падает эта, другая теперь... Мм? Дилан Мартел, спасибо. Я поняла, откуда это уведомление пришло. Огромное тебе спасибо. Тут, тут есть проход. Сейчас, 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 сейчас. Мне нужен ящик. Блин, шо он такой? Фух. Ты куда ещё пришёл? А, ты тоже спасаешься. Прости, чувак, тут выживет только один. Вроде бы какой-то проходик, да? Да. Заметит или нет, вот в чём вопрос. Обнаружен незначительный перелом. На этой ноте хорош, с незначительным переломом. И я думаю, что мы сохранимся. И продолжим уже в следующий раз. Я как раз прошла всё это здание, тюрьму или что-то такое. И думаю, что это действительно хороший такой моментик, чтобы остановиться. Ребятки, спасибо вам большое, что со мной сидели сегодня. Несмотря на то, что стрим падал, мне очень жаль, что это происходит. Я, правда, не представляю, как это чинить и где искать проблему. То есть тут непонятно, откуда вообще копать. Потому что теперь, хоп, всё нормально и ничего не падает. Не знаю. Но я надеюсь, что ваше впечатление не было сильно испорчено. По-моему, уютно посидели. Классная игра. Будем дальше её проходить. Следите за анонсиками. Тюрьму даже близко не прошла. О, вот это спойлер. Вот это всем спойлером спойлер. Ничего себе. В общем, увидимся с вами. Может быть, завтра. Может, точно. Нет, не уверена. Следите за анонсиками. Я обязательно вас предупрежу. А в следующей неделе может получиться организовать какой-то дневной стрим. Вот. Всё. Всем спокойной ночи. Приходите ещё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...